Посмотрел я, значится, ведьмера от сеть щелкает. Откровенно говоря, заходил на просмотр с наихудшими ожиданиями. То, что сериал страдает от дичайшего мисс каста всех и вся, было очевидно еще из тройлеров. То, что спецэффекты и кинематография местами хромают на обе ноги, тоже ясно. То, что это Netflix, а значит нас будут кормить смертельными дозами прогрессивизма в ущерб здравому смыслу, логике и помидоркам, тоже. И да, даже не особо забегая вперед, все это тут есть в изобилии. Мостчный феминистический посыл брызжет изо всех щелей. Нильфгардцы по утечкам судя намеренно замоделены по образу и подобию мужеского гениталия, дабы символизировать зловещую поступь патриархии. А симпатических мужских персонажей на весь сериал раз-два и обчелся. Я уже молчу про расовую диверсификацию, не заметить которую немножко очень сложно. Мисс Каст больно стреляет в ногу сериала на всем протяжении. И не сказать, что актерский состав не старается. Та же Аня Чалотра, которая Йеннифер, выжимает из своих актерских талантов все, что может. Но вот, увы, транслировать брутальную властность, решительность и здоровый дух Дюка Нюкэма, как это умело-книжная и, к слову, игровая гена, она не в состоянии. Она попросту выглядит так, как будто слегка боится окружающих и хочет, чтобы ее отпустили домой. Некоторые сцены, как следствие, просто не в состоянии работать. Цири, напротив, сыграно Фрей Алан, которая в половине сцен выглядит так, будто сейчас бортанет с кинжала в бок, при том, что, вообще-то, должна быть в шокированно-травматически перешуганном состоянии, аж вплоть до встречи с Геральтом. Эйста Турсиаха, махрового викинга в каноне, и по сценарию, к слову, играет ирландец Бьерн Хлинур Харальдсон. Казалось бы, зашибись, но вот выглядит Бьерн, скорее, как объевропившийся турок. Королева Каланты тоже выглядит, как ближневосточная женщина, хотя играет ее вполне себе британская Джоди Мэй. Дочь этих черноволосых, черноглазых людей, голубоглазая блондинка. Их внучка тоже. Генетика? Не, не слышали. Очевидно же, что линия Цири просто обязана вся отдавать некой аурой той самой обожаемой нацистами арийскости, что прекрасно вывело бы сюжет на его центральный твист под конец книжного цикла. Но нет, генетическая чехарда делает все это совершенно непонятным и невнятным. Кастинг вообще сильно гадит сериалу. Я не уверен, что на весь проект есть хотя бы один актер, подходящий своей роли. Разве что Тисая Деврие в исполнении Мян и Беринг выглядит убедительно. Вот только на роль Каланта она подошла бы куда лучше. Несмотря на мисс Каст, похвалить имеет смысл работу Джо и Бетти в роли Лютика и Генри Кавилла в роли Геральта. Лютик в целом вполне убедителен и работает лучше игрового аналога, хотя, наверное, за булдыгой с польской версии смотрелся даже лучше. Кавилл, конечно же, вообще не годится на роль Геральта, но у него просто великолепно удается передать дух, наверное, в первую очередь игрового Ведьмака, на которого он явно опирается в работе, но и элементы книжного жесткого снаружи, но плюшевого мишки внутри он тоже отображает. Тут однозначный одобрямс. Другая жертва этого сериала, собственно, адаптивная функция. Первые два томика Ведьмака это таки сборник мрачных пересказов классических сказок. В сериале от этого ничего не осталось, и тематически, и визуально, и идеологически он ближе к последующим романам, и, естественно, к играм, на которые авторы все время кивают. Многие сюжеты из первоисточников в сериал попали, но в видоизмененном состоянии, перестроенные для того, чтобы работать на общий сюжет, и часто эти переработки одновременно притянуты за уши и шиты белыми нитками. Многие вещи и вовсе появились в сериале, потому что недавно закончилась Игра Престолов, а в Игре Престолов часто показывались сиськи. В то же время авторы зачем-то, на самом деле понятно зачем, сильно раздули линии Йеннифер и Цири, как следствие в сериале Ведьмак до обидного мало-ведьмака, зато очень много решительно решающих, решительных женщин. В линейке о Цири активно обсуждают расизм, в линейке про Йен активно делают female empowerment. Однако следует заметить, что ветка Йен хотя бы прописана так, что той, во всяком случае, можно посочувствовать достаточно, чтобы с интересом наблюдать за ее похождениями до встречи с Геральтом. Там есть довольно сильные моменты. Ветка Цири же попросту провальная и в чистом виде тратит время, которое можно было бы спустить на что-то получше. Ее следовало бы сделать гораздо более жесткой, в конце концов, Цири же беглянка, не приспособленная к выживанию за пределами Центрийского замка. Но в итоге она просто проходит череду событий, как пассивный наблюдатель. И да, линейка Геральта удалась лучше всего. Геральта не стали унижать и ущемлять, как это часто делают нынче, чтобы выставить политический месседж в ущерб персонажу. Возможное дело в том, что на подобные попытки сам Генри Кавилл реагировал заходами в комнату сценаристов с сердитым видом. С его фактурой, по идее, этого достаточно. Геральт в целом похож на себя, а хоть додам, но в меру, привязан к Йен и Лютику, но не стесняется устроить с собой мисс скандал время от времени, а потом на всех дуется, все время строит из себя плотяной шкаф, чтобы потом прочитать затянутые аннотации, игнорируя чины и титулы. Тут все нормально. Откровенно говоря, я полагал, что эта адаптация будет стоить длинного, содержащего неадекватное количество поджогов кресла разбора с докопками до всего подряд. Но оно не настолько плохо, чтобы делать это шутки ради, и не настолько хорошо, чтобы делать это в попытке серьезного анализа. Сериал получился выше среднего, на удивление аутентичный относительно первоисточника, но лишние сюжетные линии и ужасный мисс каст всего и вся сильно ему мешают. Честно говоря, лучше всего воспринимать его отдельно от книг или игр. Это такая автономная интерпретация, заслуживающая права на жизнь, но не лишенная серьезных недостатков. Но заметно и то, что кому-то из стоящих у руля было как минимум не начхать, и хочется верить, что они сделают выводы и поработают над усилением достоинств и выжиганием недостатков.